здравствуйте уважаемые земляки продолжаем цикл наших передач и сегодня у нас гостях кикеев анатолий михайлович я забегая вперед немножко предыстория скажу то что я уже длительное время искал человека пожилого человека опытного человека в области экономики который бы нам высказал бы определенное предложение высказал бы определенные ошибки нынешнего руководства силу своего опыта и случайно случайно встретились мы в одной из компаний санатоли михайловичем и я думаю что случайности не случайны приветствуйте анатолий михайлович кикеев 1975 году окончил калмыцкий государственный университет отделение экономики и организации сельхозпроизводства трудовую деятельность начал с 1975 года главным экономистом собхоза ленинский целинного района 79 85 годы главный экономист начальник отдела минсельхоза калмыкия 86 90 годы заместитель председателя госплана калмыцкой асср 90 и 92 годы министр финансов калмыцкой асср 92 93 годы председатель национального банка республики калмыкия 93 и 95 годы министр экономики и финансов республики калмыкия хальмык танче 95 и 99 годы главный советник заместитель и управляющий калмыцкого отделения коммерческого банка сбс агро 99 2016 годы заместитель руководителя а затем и руководителя территориального управления росфиннадзора в республике калмыкия 2016 2019 годы советник председателя правительства республики калмыкия самый первый вопрос вам я бы хотел задать вот такой почему вы в ходе нашей беседы я вам вопрос это задавал почему вот я знаю вы сейчас ведете деятельность деятельность для улучшения припупы вы вносите предложение правительства республики калмыки главе в народных уралов по улучшению по улучшению и наращиванию финансов потенциала республики калмыкия почему зачем для чего вы это делаете это вопрос кажется простым но ответ на него не может быть однозначным это очень многогранный вопрос и ответ вы знаете для чего почему вообще для чего почему человек живет и так далее это очень сложный вопрос я же вот свои свои годы уже понимаю просто одно что и говорил это неоднократно в том числе и представителям органов власти сегодняшней власти о том что у нас в республика очень тяжелом финансовом состоянии внешний долг или как как говорится государственный долг республики составляет но на 1 января еще точная цифра неизвестна так думаю что она где-то порядка пяти с половиной миллиарда рублей будет значит по состоянию на 1 января семнадцатого года то есть четыре года назад она составляла три целых две десятых миллиарда она выросла за два года примерно на два целых две десятых миллиарда мы в год внешних заимств они допускаем более чем пятьсот пятьдесят миллионов рублей помню я да значит к чему это может привести это мне кажется вопрос прямо на поверхности ответ лежит к тому что в конце концов кому-то в москве правительстве российской федерации придет в голову вопрос а для чего нужна эта республика которая полностью является банкротом с финансовой точки зрения да провести сегодня какой-то референдум с той же астраханской области или волгоградской по вопросу присоединения и мы со своим со своей численностью там 280 тысяч человек или допустим астраханская с не знаю там два может быть миллиона это вопрос чисто технически и все а мы к сожалению единственная республика именно калмыцкая да ведь калмыков принципе живет достаточно много в том же синьцзяне том же западной монголии но они не имеют своей государственности а мы имеем и мы бы мы можем ее потерять вот я просто еще боюсь что когда нибудь и мои внуки скажут ну что ж ты ава сделал такого что мы потеряли вы потеряли республику именно мы наше поколение потому что молодежь ведь они эти вещи просто не знают но сегодня ситуация складывается так что благодаря тому что наши депутаты народного хурала дали как вы оцениваете деятельность очень как политическую деятельность в особенности деятельность народного хурала за последние годы за 20 год но я не могу давать оценку деятельности всего народного хурала я хотя бы остановиться на оценке деятельности некоторых будем говорить так наших депутатов в том числе и руководящий так сказать дорожные лица хурала потому что вопрос который был поднят на одном на последнем на одном из последних заседаний в частности по льготам предоставленных публичному акционерному обществу обществу лукойл в республике ведь этот вопрос я ставил еще два почти два года назад тогда еще исполняющему обязанности главы республики калмыкия хасикову бату сергеевичу о том что я ему написал записку о том что у нас есть возможность увеличивать два года до увеличивать доходы регионального бюджета в размере от миллиарда двухсот до полутора миллиардов в год и конкретно расписал за счет чего в том числе я написал что за счет ликвидации льгот пао лукойл 200 миллионов по моему налог на имущество и 300 миллионов или наоборот 300 миллионов налог на имущество а 200 льготы по налогу на прибыль это то есть то что просто вот республика дарит им якобы для улучшения инвестиционной привлекательности региона и где это инвестиционная привлекательность и почему этот вопрос до сих пор не ликвидировал просто не не отменили все вот эти нормативные акты которые утверждаются хуралом утверждались хуралом я так понимаю не может глава республики просто сам по себе подписал какое-то соглашение ну да это закон да совершенно верно закон который они хотели внести изменения по пау форту да совершенно верно то есть они мало того что они на сегодня предоставили лукойла 500 миллионов еще кому-то хотели там но если мы каждый год увеличим свой государственный долг на 500 миллионов я вообще не понимаю тот вот ну на мой взгляд финансиста да и на мой взгляд будем говорить так просто гражданского человека не юриста здесь может быть присутствовать и элемент коррупции и элемент преступления это же это же это же вопрос возник не просто так это же не означает что я пришел к вам и говорю санал дайте мне льготу на какой-то налог а я буду заниматься инвестиционной привлекательностью кто-то внес эту инициативу хурал кто внес какой целью преследовал какую цель преследовал и что с этого получил вы полагаете здесь определенный преступный коррупционными и может быть коррупционный но я знаю одно что любое должностное лицо имеет свои должностные обязанности вот он такой же государственным служащий глава как и любой министр или любой государственный гражданский служащий или не гражданский служащий у него есть четко описаны определенные его права и обязанности и я так не сомневаюсь что там записано что должен вести деятельность направленную на укрепление экономики улучшение финансового состояния и прочих таких вот вещей обязанности вот не исполнение ненадлежащие или ненадлежащие исполнение своих обязанностей это уже пусть юристы прокуроры занимаются если в этом случае элемент и кто заинтересованность да люди заинтересованы потом где-то ну это юристы должны просто заниматься я к сожалению юрист я не могу давать оценку сразу но как бы посмотреть на эти вещи наверное послушав наше выступление наверное кто-то из наших депутатов задумается над этим вопросом а а кто вносил ведь все же документы в хурале за чей подписью и где результат я так понимаю что если бы за лукойлом пришел еще бы какое-то подразделение роснефти или еще что-то такое тогда можно было бы говорить да определенные инвестиционные совершенно верно мы же все это прекрасно помним когда еще девяносто пятом году мы своим участием создавали первые афоры в россии мы же тогда тоже этим самым делом занимались но мы давали налог на льгот льготы на налог на прибыль которая поступала в доход регионального калмыцкого бюджета что-то давали ему что-то не давали что-то оставляли себе я уже цифры не помню например да точно конкретно но я точно знаю что налог на прибыль он делимый налог вот 22 процента с прибыли налог на прибыль идет значит ну предположим там 15 федеральный бюджет всем региональный мы говорим так вот тебе три с половиной процента мне три с половиной но когда эту ситуацию мы начали раскручивать ведь у нас же в конце девяносто восьмого года очень много в республике денег то было очень много было структур которые стремились зарегистрироваться в калмыкии вот это вот называется инвестиционная привлекательность да здесь я согласен да если после у нас было пришли бы еще кто-то совершенно верно по тем временам только дорожный фонд у нас составлял вернее объем дорожного фонда был равен практически равен годовому республиканскому бюджету это вот просто одна память моей цифры на своем интервью нам все равно он же говорил об этом я помню да то есть вот там да там была инвестиционная привлекательность а здесь ее не было и нет то есть смысла было предоставлять льготу в рамках инвестиционной привлекательности не не было но я не вижу результата нет и зачем мы несмотря на то что результатов нет мы продолжаем и продолжаем продолжали и продолжаем давать эту льготу Лукоилу. Это выпадающие доходы? Конечно. Это потеря. Это ущерб. Это ущерб. Это потеря. Что делать в данном случае? Ну, я же говорю, вот наши депутаты, наверное, должны все-таки сейчас возбудить вопрос о проверке. Вообще, откуда произошло? Кто? Как они поставили, если они сами его принимали? Ну, в любом случае, они сами поставили, но проверку-то должен, наверное, проверки, вернее, нужно привлекать и прокуратуру в республике Калмыкия. Пусть они тоже посмотрят на эти вещи. Обоснованность предоставления в год? Обоснованность предоставления в год? Да, да, да. Обоснованность не обоснованность. Конечно, мы еще раз повторите, выпадающие доходы в год у нас по льготу. Ну, а что выпадающие доходы? Выпадающие доходы, они уже выпали. Сумма какая у них ежегодно? 500 миллионов. Это по моим сведениям, но сведения единственное старые, потому что я уже два года не работаю, и они могли устареть, может быть, и больше. Потому что налог на имущество, эта цифра такая, была там 200 миллионов, вчера налог был, да, сегодня объем, вернее, стоимость имущества увеличилась, он может быть и 220 миллионов, или 230 миллионов. То есть, это как бы... Я здесь полностью с вами согласен, то, что эти льготы, наверное, надо отменять, чтобы, ну, раз за... Радея, да, переживая за бюджет и службы экономики, ну, естественно, за экономики в целом. То есть, в истинных интересах в исполнении. Раз уж мы заговорили уже о Павле Коеве... Тем более в условиях нынешнего 20-го и 21-го годов, когда у нас пандемия душит, и просто-напросто, как бы... Очень много ведь людей мы потеряли уже по статистике 200, значит, с лишним человек. Да, я согласен. Это же... Нельзя же просто списать на пандемию. Значит, может быть, кого-то из них можно было и спасти, там, то лекарства не успели подвести, то еще что-то такое. Ну, в жизни все бывает. Я не верю, например, что у нас лекарства вот так вот прям в полной шкафу лежат и всем колят и льют столько, сколько нужно. Такого никогда не бывает. Денег. Да. Деньги. Вопрос в деньгах, в объемах финансированиях. Так вот внешне говорят, да, у нас все хватает, у нас палат хватает, мест хватает, но денег много никогда не бывает. Тем более в республиканском бюджете. Да. Который всегда дефицитный и всегда заимствует. Раз уж мы затронули тему Павла Койла, недавно так же на 20-25 декабря на заседание естественного народного хурала немножко стал впервые, впервые, на моей памяти впервые стал обсуждаться вопрос о расположении буровых гонок на шельфе. На шельфе республики, на шельфе, где Лукоил проводит свою добычу и они не платят налог, налог на имущество, республиканский бюджет. Опять же, нам с Романжиев, обращаясь председатель правительства Зайцеву, он предложил в рамках договоренности с губернатором Астраханской области рассмотреть данный вопрос, чтобы какие-то средства от данного имущества, от налога на имущество перечислялись в бюджет республики. Как вы на это смотрите? Я так думаю, что там вопрос не только налоги на имущество, наверное, налог на прибыль, который исчисляется в разы, наверное, больше, чем налог на имущество. Вы знаете, этот вопрос достаточно сложный, потому что есть у нас налоговая система очень сложная. Есть, допустим, структуры, которые зарегистрированы в республике Калмыкия, да, а есть, которые зарегистрированы в межрегиональных структурах налоговой службы. И они все, допустим, все, что касается налогов, они просто-напросто сразу отправляют и все. И там невозможно, например, сказать, что какие-то, вот если структура межрегиональная зарегистрирована, там невозможно сказать, что он, допустим, зарегистрирован на территории Калмыкии или Астраханской области. Все. Значит, а, то есть, из-за этого мы не получаем доходы, поскольку эти сооружения и с основным организацией зарегистрированы на территории Астраханской области. Они зарегистрированы там, налоги платят там, и сколько из них, из этих налогов поступило в их, вернее, в федеральный бюджет с территории Астраханской области или Калмыкии, там уже никто не распределяет. То есть, законодательно так закреплено? Законодательно да. Другое дело, что, допустим, с астраханцами разговаривать, ну, наверное, в любом случае нужно. Вопрос в том, что нужно к этому вопросу очень серьезно подготовиться, чтобы не быть в позиции просителя, что вот вы получаете там, условно говоря, миллиард или 10 миллиардов доходов, поделитесь с нами тоже. А тот же Бабышкин скажет, а с чего это должен делиться с халмыками? По закону это мое. Да, по закону мое, и все до свидоса. Поэтому надо посмотреть эти моменты. В том числе, вот, если тоже люди, которые работали еще в конце 90-х годов, да, это прекрасно помнят, что как Российская Федерация ликвидировала этот наш калмыцкий обшов. Никаких мер не принималось, просто приняли закон или постановление о том, что предприниматели должны платить налоги там, где зарегистрированы, где нет, не зарегистрированы, а где находится их производство. Они тогда были зарегистрированы в Калмыкии. Калмыкия работали на других территориях. А работали везде, Нижний Новгород, Свердловск, столько этих предпринимателей было, действительно интересно было. Приняли такое постановление о том, чтобы они платили налоги там, где находится их производство территориально. Сегодня шельф, мы можем сказать, что он находится на территории Республики Калмыкия? Если да, тогда можно поднимать это постановление старое. Если шельф является не территорией Калмыкии, ну, тут уже, наверное, как-то надо вести разговор и с Министерством финансов Российской Федерации, и с налоговой службой, и с правительством Российской Федерации, ну, как бы вопрос сложный такой. По-моему, шельф, вот, континентальный шельф и свободная экономическая зона, это понятие федеральное, понятие государства, но относить шельф к республике, к регионам, по-моему, чуть-чуть немного юридическая ошибка. Ну, я еще раз говорю, надо этот вопрос поизучать, поизучать надо, чтобы юристы поизучали, налоговики, потому что, как бы вопрос такой зыбкий. То есть, вы подсказываете нам, депутатам, зацепку, зацепиться для того, чтобы получать... Было такое постановление в 98-м году, когда ликвидировали калмыцкий обслуживание. Да, было. Значит, где этот документ? Он, наверное, так же не отменен, он же действует. Или что-то аналогичное придумано по следующему, да? Я так думаю, что это в налоговой службе нашей, даже в калмыцком управлении эти документы есть, надо просто поднять, посмотреть их и сказать, ну, давайте вот с этой стороны подойдем. Ну, налог по наимущей, вот я знаю, по налогу на имущество, он плачет по месту регистрации в Росрегистрации. Эти объекты, которые находятся на Ашерке, они зарегистрированы в Астраханском Росрегистре. Соответственно, налог на имущество уходит в Трубля. Но ведь Лукоил же какие-то, от каких-то налогов на имущество там мы же освободили все равно. Они были освобождены, вот эти набереговые сооружения, наверное, период. И береговые сооружения, да. Нет, набереговые у нас, поскольку на берегу калмыцкому. Да. А шельф, как его относятся? Шельф, он же, я понимаю, он находится в зоне, свободной экономической зоне. Но ведь мы же, например, знаем, что, допустим, месторожение Филановского, да, оно территориально относится. То есть калмыки. Вот об этом я и говорю. Да. Я согласен. Об этом я и говорю. Коллизия определенная идет, и как-то надо выходить в этой ситуации. Вот об этом я говорю, что если она, вот это месторождение Филановского относится к калмыкии, тогда давайте говорить о том, что это может быть действительно так. Опять же, надо подготовиться к документам. Чисто юридические документы. Кому он относится? Ну, мне сейчас задумано. Я консультируюсь с налоговиками, они письмо готовят мне разъяснение полностью, я думаю, я разберусь в этом вопросе и потом запишу видео. Спасибо за подсказку по данному вопросу. вы как экономист опытный, работали в разных структурах на руководящих должностях, что вот еще вы как специалист видите, что, где, что и каких отраслях теряет наш бюджет, что можно было сделать кроме павелу Коилову Коилову, именно этих выпадающих доходов, что там в сельском хозяйстве надо как-то менять, или вот, ваш взгляд как опытного человека, какие еще доходы республика. Спасибо за вопрос. Значит, в бытность своей работы советником представителя правительства Зотова Игоря Александровича, я как раз непосредственно касался вот этих вопросов и очень много предложений вносил комиссии по наращиванию и экономического потенциала, и комиссии по налоговым, неналоговым налоговым. У нас есть такая комиссия? Да. При правительстве? Да, есть. Комиссия по наращиванию экономического потенциала? Сейчас интересно, есть ли она? Должна быть. Я ни разу не видел, что проходили заседания. И я вот в своем обращении, про которое я говорю от апреля 2019 года на имя исполняющего обязанности главы республики Хасикова Павел Сергеевич там все я конкретно написал, что мы недополучаем доходы от аренды земли на определенную сумму, доходы от исчисления единого сельскохозяйственного налога и другие вещи, которые связаны непосредственно с производством. Но это чисто налоговые. Кроме того, я писал, что у нас есть возможность удешевить тарифы на электроэнергию и на газ. Эффективность этого мероприятия предсказать просто невозможно. Но тогда инвестиционный климат у нас будет. Да. да. Потому что я даже на заседании одной из комиссий говорил, почему Лукоил, собираясь строить завод по производству синтетических материалов в поселке Улан-Холл вдруг построил его в Буденовске. Да, перешли. Да. На мой взгляд, очень просто, потому что в Буденовске электроэнергия в два раза дешевле, чем в Калмуте. В Дагестане в три раза. Ну, слава Богу, до Дагестана они не дошли. Вот и все. Далее, значит, это частик тарифов. Основная мысль, да, это была о том, что у нас сегодня в республике вообще нет структуры, которая бы занималась, государственная структура, которая занималась бы промышленностью вообще и в том числе перерабатывающей. Сколько у нас в республике боин по переработке скота? Где они? Что они? Каковы объемы перерабатываемого сырья? Почему вот эти субсидии, порядка миллиарда рублей, которые получают сельхозтоваропроизводители, они распределяются Минсельхозом, ну, по принципу, кто дал заявку, тому и выделили. И я даже ставил вопрос о том, что вот есть пять фермеров в Солинном районе на территории Харбулукского сельского муниципального образования. у каждого из них от двух до двух с половиной тысяч овцы и плюс до двухсот голов крупного рогатого скота. Вернее, не овцы, а овцы маток и коров. И получают субсидию каждый из них. Каждый год по 300 тысяч. Поднимаем, значит, налоговую декларацию ноль. Он ничего не производит, ничего не продает. Но субсидию получает каждый год по 300 тысяч. Или по нулям равняется, Да. Но, вы знаете, может быть, кому-то и можно сказать, что, имея по голове там две с половиной тысячи овцы маток и 200 голов коров, кто-то сработает в ноль. Я, например, не поверю. Я вот эти вопросы тоже поднимал, что нам нужно увязывать перерабатывающую промышленность с сельхозпроизводством и субсидии тоже надо привязывать, чтобы не просто так вот заплатили, вот, хороший парень, давайте ему поможем. А ты сдал на переработку скот? Сколько скота? Вот ты за расчет этого сделал и расчет и сказал, тебе полагается например 50 тысяч, а тебе с под 50 тысяч. Не за то, что там корова у тебя отелилась, а за то, что ты сдал уже. Получил доход и тебе наноход еще сверху. И тогда те же самые фермеры, сельхозпроизводители будут заинтересованы в том, чтобы издавать и работать в чистую, в белую, как говорится, и налоги платить, и субсидии получать. Да, он был заинтересован получить субсидии, здесь он показывает свой доход, соответственно, государство получает налог, и фермеры. Совершенно верно. И тогда и налоги вырастут. Ну да, это здесь еще более... Это сложный вопрос. Это надо работать. Но это надо работать. А кому сегодня хочется работать? Что-то я таких людей... То есть не просто раздать, но... Да. Раздать так, чтобы... Сегодня министр сельхоз занимается уже сколько лет просто раздачить денег. Вся его основная функция раздать деньги. Ну и все там крутятся вокруг еще. Ну да, мы же на примере того же Петра Петровича, дай бог ему как говорится здоровья, мы же прекрасно понимаем, о чем речь идет. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Не полностью использованы земли сельхознанное значение. Они не то, чтобы не используются. Высль, что оттуда можно еще брать что вы имеете в виду и о чем это речь? Но Республика не добирает, вы сказали. От аренды земли до того, где доходы не поступают. Не до поступают. Не полностью, не 100%. Почему? Я тоже этот вопрос задавал. К сожалению, почему? Ну, опять же, это же надо работать. Мне кажется, земли все распределены. У нас потребности уже. Я уже знаю людей, кто не может. У нас свободной земли нет. Все земли поделены. Все земли либо в аренде, либо в частной собственности. Но люди разные находят. Лазейки говорят, а я не фермер. Я веду личное пособное хозяйство. На территории это точно. по договору аренды должен платить. Хочешь, не хочешь. А если собственность, какой аналог? Значит, это разговор у меня состоялся еще в 2018 году с руководителем МРА номер 2. Так оно называется. Это северная ветка. Да, северная... Что-то хотел быстро сказать, имя, отчество, забыл. я... Соспериодцем работаю. Соспериодцем работаю. Разговор состоялся в том плане, что, я говорю, они прикрываются, якобы ведут личное пособное хозяйство. Вы, поднимите закон об ЛПХ. Он же не катит. Потому что личное пособное хозяйство можно вести на территории сельского образования. То есть, вот мой дом, вот мой двор, вот здесь я веду. Есть такое понятие вынесенный участок личного пособного хозяйства, но там не должно быть никаких построек. Никаких, даже туалетов. То есть, условно говоря, весной распахал, посадил картошку, осенью убрал, все. И нет, нет ничего больше. Используется бонусище. После этого, значит, так Батыров, фамилия его, это сам руководитель МРА 2, после этого, значит, они сделали, что он подготовил письма и разослал всем вот этим так называемым ЛПХшникам. Те сначала шумели и кричали, а потом, когда поняли, что у них завтра землю отберут, когда официально приходит письмо, они пришли, все начали оправняться как предприниматели, как фирмы, ИП. Кристианских. И все. И, соответственно, сразу аренды за землю и прочие вещи. А где еще? Все ли районы так сделали? Просто вот я говорю, не могу сказать, потому что, к сожалению, с 19-го года я в фонсе с этим. привязываетесь с землю, если они платят налог, если аренды, они платят аренду. Может быть, здесь просто, если они оправняются как предприниматели, ЕСХН платят, наверное. Да, они платят ЕСХН, но ЕСХН – это единый сельскохозяйственный налог, а аренда – это просто за аренду земли. Вот он арендовал землю, скот пасет, или выкупил ее, да, скот пасет. Вы говорите, что можно за счет арендных платежей пополнять бюджет. Если они платят, и так они не будут платить аренды, договоры расторгаются. Надо же заставить, чтобы они зарегистрировали, как ИП, и сразу они становятся тогда платежиками арендной платы за землю. Вот я говорю, вот господин Батыров сделал, брейн номер два, и у них пошло. Понятно. К сожалению, я не могу сказать, что на сегодня, как этот опыт дальше развивается и двигается. У них получилось. Там глава района поддержал, письмом подписали, и все. Вопрос тронулся с местом. То есть все эти вопросы, я же говорю, не подумайте, конечно, что я пришел специально поднимать вопрос двухлетней давности, что вот я ходил, да, да, да. Действительно, я два года ходил и хожу, и говорю о том, что у нас есть возможность этими вопросами заниматься. Но, к сожалению, не нахожу поддержки ни у кого. Был на приеме у Берекова никаких результатов. К Хасикову я так не попал, к Зайцеву тоже не попал. Был у Казачкова, что был, что не был. Полгода вот вопрос как бы считается. Встречались с ним? Встречался, и не один раз. Ведь он с вами встречается. И не один раз встречался, и доказывал, и говорил, да, да, Анатолий Михайлович, все правильно, все хорошо, да, давайте будем заниматься, вот вы как, давайте я вас от общественности привлеку, там, к работе, там, комитета по бюджету и налогом хорошо привлекаете, сегодня уже 21, по-моему, января, а разговор состоялся в августе, 20-го года. То есть, как бы вот так вот. Что еще, что еще сделать для того, чтобы бюджет денег больше поступал, на ваш взгляд? Ну, что сказали, вы обладающие доглоходы все годы отменили. Понимаете, вот я не могу сказать, что еще, да, я под этими вопросами непосредственно я занимался в должности своего советника, в должности советника, когда занимался там два года. Эти вопросы я знаю, да. А тогда их реализовали? Тогда эти вопросы реализовали? Ну, я же говорю, вот допустим, с арендой земли начали мы заниматься, с ДСХНом, Единый сельскохозяйственный налог. Единственное, что мы успели провести, мы провели большое совещание в Министерстве финансов, значит, пригласили налогов ИКО, все руководители финансовых органов, было большое совещание, это было в ноябре 2018 года. Был такой конкретный разговор, давайте вот, я обрисовал ситуацию, я говорю, в принципе, ЕСХН можно увеличивать в разы. Я не хочу сказать, что в 10 раз, но в 5 раз реально. Это существенная сумма, не лежит. Остальные вопросы, я так понимаю, что просто вот у нас нет, опять же, я не знаю, либо специалистов таких, которые бы могли эти вопросы просто будировать, вести. С моей точки зрения, этим должен был бы заниматься Министерство экономики. в том числе, значит, по перерабатыванию, вообще, по развитию экономики, куда республика идет вообще. Вот 20-й год закончился, худо-бедно закончился, сельскохозяйственное производство в состоянии, ну, ниже среднего, наверное, если это мягко сказать, да, если быть конкретным, наверное, очень плохое. Мне кажется, засуха и такой саранчо, и зимовка. Засуха, саранчо, и зимовка, и плюс ко всему, ведь почему-то об этом тоже все молчат депутаты, ведь у нас с января, по-моему, уже 20-го года ввели ограничение на вывоз мяса баранины. Ну, еще в 16-м году был ящер, по-моему, с тех пор. Да, но тот был ящер крупный на Рогатонском, а сейчас овец. Ведь в 20-м году все перерабатывающие предприятия республики уже баранину не били. Сколько овец осталось сегодня у нас? Я понимаю, что, слава Богу, у нас Кавказ рядом все равно потихонечку вывозится. Едут все туда, я знаю точно. Едут все на Кавказ. Да. Ну, я точно знаю. Едут на Кавказ, налогов не платят, аренды не платят, ничего не платят, переработка вся стоит. Я хочу сказать, что если в 19-м году перерабатывающие предприятия принимали баранину по цене 300 рублей за килограмм убойного веса, то в 20-м году уже 240. И это где-то до сентября месяца. А вот с сентября месяца, по-моему, вообще они перестали бить. За бой овец прекратился. кто-нибудь спросил у этих крестьян, а, ребята, а чем вам помочь? Мне кажется, нет. Да, он засухал. Правильно, засуха, правильно, там, саранча и прочие вещи. Но и в этих же условиях, вместо того, чтобы, допустим, там, 500 миллионов этих рублей вытащить и, как это самое, кинуть, сказать, на закупку кормов, это, конечно, хорошо, но спасибо федеральному бюджету. А что с переработкой? Ведь, по идее, это же республиканские органы исполнительной власти должны снимать ограничения по ящуру. Это же не правительство Российской Федерации вопрос. Это наш вопрос. А кто этим делом занимается? Вообще, кто-нибудь занимается или нет? Мне кажется, нет. Может, занимается. Может, и занимается, да. По согласованию с Федеральными и так далее. Ну. То есть, мы приходим к выводу. Это нам необходимо. Что на сегодня можно уже сделать, это рассмотреть вопрос об отмене вот этих льгот, который якобы для инвестиционной привлекательности. И в сельском хозяйстве развивать переработку для того, чтобы фермеры стали больше платить ЕСХМ. И если ЕСХМ в разы увеличивается, то это уже очень огромная сумма для пополнения бюджета. И, соответственно, используя, и, соответственно, будут также в полном объеме используем земли сельхозназначения. Что скажете по землям запаса? Вы владеете ситуацией? Нет, сажать, я в ситуации не владею. Я владею на уровне простого обывателя, поэтому воздержусь. Это как бы вопрос не моей компетенции. Скажите мне, у меня вот такой вопрос, мы все говорим, инвестиционная привлекательность. Что для вас инвестиционная привлекательность на нашей республики? Низкие тарифы на электроэнергию, на газ, чтобы люди понимали, что, вкладывая какую-то инвестицию на колмыцкой территории, значит, получат больше, чем другие. И я, кстати, вот я же говорю, я же писал об этом всем, что это вопрос достаточно сложный, но его надо решать кому-то. Почему сегодня у нас самый высокий тариф на электроэнергию в стране? У нас что, нет единой энергетической системы? Единая Россия, мы знаем, есть. А где у нас единая энергетическая система? Почему мы покупаем электроэнергию только условно говоря Волгодонской ГЭС? Потому что есть такое понятие, как гарантирующий поставщик. в данном случае это МРСК Юга, да? МРСК Юга, да. Решусь. Да, МРСК Юга. А почему он покупает только электроэнергию по 5 рублей? Почему он не может купить ее где-нибудь на Дальнем Востоке? Или даже в Дагестане, где электроэнергию в 3 раза дешевле, чем у нас? Ну, не в 3 раза, но в 2 раза точно. Из чего формируется у нас тариф? Потому что он не заинтересован в том, чтобы искать дешевую энергию. Для него чем дороже, тем и лучше. Ему какая разя покупать, он продает нафиг. Совершенно нет. Население все равно заплатит. Предприниматели и прочие тоже заплатят. А куда деваться-то? Это очень хорошая тема. Вы подняли на... Да? Этот вопрос я тоже поднимал. И неоднократно. И к чему пришли в итоге? Опять же, да? Да? Ну, как бы вопрос такой вот, знаете, я был на приеме у Берикова, и он попросил Сенгейс Николаевич мне более подробную записку написать. Я написал, получил ответ в министерство экономики. Там где-то на 5-6 листах. Честно сказать, я его даже не прочитал. Я понял просто, что это отмашка, типа, потому что ты иди сиди, старый, на пенсии и не лезь иди свое дело. Вот и все. Я думаю, что мы очень хорошо поговорили, очень хорошие темы затронули, которые надо уже по блокам разбить и уже говорить об этом. Я бы, Анатолий Михайлович, хотел бы, чтобы мы еще пришли, чтобы мы дальше, например, по Павлу Койлу, полностью все изучили, уже документально, посоветовали с юристами, основного великами и далее эту тему уже развернуть полностью, поскольку у нас это не освещается. Также то предложение о переработке, тоже хорошее предложение. Я думаю, нас смотрят, нас смотрят представители правительства тоже, может быть, они это увидят, можно написать письма, дальше все это делать. Я не говорю, что мы правы, я не говорю, что Анатолий Михайлович правда, это определенное конструктивное предложение. Оно может быть не конструктивное, но предложение. И его надо изучить. Хотя бы изучить, рассмотреть, для того, чтобы как-то развивать экономические финансы под потенциал нашей республики. Может быть, где-то мы найдем спорить. Если человек уже это делает, характеризует, как патриота, наверное, я думаю, что это очень хороший пример для нас. Еще бы, Антон Михайлович, хотел бы с вами еще поговорить по периоду работы приведем женами, про тот же офшор, потому что мало людей, мало людей об этом узнают. Тем более нашим поколением. Помню, какой-то был офшор, а что там было, я не помню. И вот в 90 каком году он закончился? Нет, офшор мы начинали в 94-м году. Я думаю, об этом поговорил. Отдельный блог сделаем по этой работе. Если это интересно. Есть ли у вас еще подписчикам по данному поводу или другое что-нибудь? Пожелание нашего подписчика выставить, как у нас традиция? Пожелание, конечно. В первую очередь всем здоровья. как говорят калмыкии, не буду говорить на калмыцком, чтобы все поняли меня. Наоборот, наоборот. Хорошо. если у человека физическое здоровье есть, и разум у него нормальный, значит, человек счастлив. Отлично. Поэтому я хочу, чтобы все люди были счастливы. Спасибо вам, что пришли. я думаю, это не последнее. Надеюсь. До свидания, дорогие друзья. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии. Вот по этому интервью хотелось бы посмотреть, почитать ваши комментарии, что вы скажете, как вы скажете. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До свидания. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендефт Эн Би» «Здравствуйте, это я» так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.